Этим летом детей примут 13 загородных, 10 учреждений санаторного типа и 477 дневных пришкольных лагерей. Итого 500 объектов, проверять которые будут до конца мая. Большая часть уже проинспектирована и нарушений не выявлено. В лагерях будет 9 уличных бассейнов, 6 закрытого типа. На открытых водоемах купание не планируется. В целях современной реагирования на возможные черечаиные ситуации на объектах летнего отдыха детей, каждый объект закреплен за ближайшим пожарно-спасательным подразделением в соответствии с планом привлечения сил и средств и находится в нормативном времени его прибытия. Другой вопрос, касающийся тоже безопасности, дорожный. Как отметил начальник управления ГИБДД по Брянской области Вячеслав Лопатников, количество ДТП снизилось на 25%. В два раза меньше погибших, на 40% меньше пьяных за рулем. Губернатор Александр Богомас коснулся вопроса о видеофиксации дорожных нарушений. В частности, деньги из бюджета выделены, а места для установки камер до сих пор не определены. Вот не дают, вот не выделяют. Мы выделим, 100-100 миллионов выделим сейчас, 200-200. Но, во-первых, вы с федерацией не привлекете, когда вы говорите, что мы привлекем, не привлекете. Но мы выделим с областного бюджета. Но вы же разработаете те места, где эти камеры будут стоять, в центре видеофиксации. Но не там, где все нормально и так, только для того, чтобы отчитаться, а действительно там, где они должны стоять, где нарушения есть. Более того, губернатор отметил, что если в месте установки камеры зафиксировано большое количество нарушений, значит, с этим местом есть какая-то проблема, которую надо решать. По итогам совещания Александр Богомаз поручил разработать и представить на рассмотрение программу по безопасности дорожного движения. Игорь Умаров, Екатерина Зоина, Анатолий Чекрыгин, События Брянск.